10, 10, 19, не дня без сборочки Бюджет у нас опять минимальный И желание максимально на ультрах играть в танки Вот, поэтому смотрите, что мы приготовили сегодня Сердцем, основой, ядром нашей сборочки будет Intel Core i5-4460 Это Haswell, 14-й год Последнее настоящее поколение, на котором У нас где третья память использовалась И целых два слота у нас, под них которые мы, конечно же, наполним Sky's Unix на 1600 частотой Две планочки по 4 гигабайта Максимум 8 Без возможности апгрейда Только если обе их выкидывать и вставлять по 8 Максимум 16-й сюда встанет Новенькая батареечка Duracell 3,3 вольта Она должна поддерживать жизнь и жизнь в этой системе Материнская плата у нас максимально простая Это H81 чипсет Если бы точно, это Asus H81ME Ничего в ней грандиозного нету Даже чтобы подключить USB 3.0 на фронтальной панельке самого корпуса Раз мы сказали слово корпус У нас новенький Наверное, стал уже народным корпусом Это вот такой RQ Циклончик у нас Ну, можно его так выразиться, называть Но есть RGB-шный фло, поток Семь разных режимов цветов Вообще, страсти господни Давайте мы его сразу распакуем при вас Чтобы было наглядно видно, с чем мы будем сегодня видеть У нас две новые запчасти Ну, три новые запчасти в нашей сборочке Это корпус Это народный, один из самых простых, но рабочих, скажем так, блоков питания Это в X Plus серия 500 Ватт Никто их особо не советует Но для нашей сборки он пригодится замечательно И новенькая SSD-шка на 120 ГБ от Fodogreen И связочки с новым корпусом Давайте посмотрим, что у нас сегодня будет красивого здесь Это вещь, которая Придаст эстетике нашей сборке Несмотря на 2014 год То есть, по факту, около пяти лет железу Оно тянет все современные задачки Но уже в свое время 4660 это была мечта любого, кто собирал себе ПК И при этом имел средства Снимаем пленочку Вуаля, вот такая у нас фронтальная панелька USB 3.0, 2 USB 2.0 Кнопочка включения, микрофон, наушники, карт, ридеры Есть полноценный SD и microSD-кадочка Перезагрузка и кнопочка LED-подсветки Поскольку мы все знаем на этих корпусах Вот эта вот штуковина, Ванек А, у тебя не подключен, кстати, вон там малышек стоит Это, заметьте, полноценный корпус Размером такой Ну, скажем, mid-tower стандартный Это вот у нас такой вот Более уже микро Красота, да? Разница чувствуется Но нам нужно пространство К сожалению, у нас это не закаленное стекло Это у нас просто пластмасска Давайте же сразу ее снимем Но у нас зато куча пространства внутри Для работы с тем, что у нас нужно И сзади тоже у нас есть место для управления кабелями Для кабел-менеджмента это тоже у нас стороной не обойдет Заглянем сам корпус новенький Все у нас в пленочках Запомните, треугольничек всегда вверх А то бывает снял крышку, а потом не знаешь, куда ее ставить Какой стороной Откидываем это в сторонку Полный комплект необходимых шрупов сразу идет Папка, я, кстати, нашел переходничок Сейчас тебе его дам Покажу настрою Какие у нас плюсы? Плюсы в том, что у нас есть абсолютно все, что нужно Минусы в том, что у нас на материнской плате, как я уже сказал Нет USB 3.0 Но у нас на этом корпусе есть вот такой сразу переходничок То есть мы вместо того, чтобы у нас вообще не работала Эта синяя USB-шка верхняя Все-таки вставим ее, надеюсь, в материнскую плату Из таких USB И все-таки у нас будет необходимая USB-шка работать Просто со скоростью 2.0, но будет работать Это тоже большой плюс Простаивать хотя бы не будет Это вся красота Все, корпус можно отложить в сторонку И приступить непосредственно к самой сборке Все необходимое у нас есть Вот такой... А, я дальше про железо не рассказал, да? Вот такой вот у нас кулерочек будет Бушники от Zalman Башенка небольшая С тремя медными теплоотводящими трубками Более чем достаточно для нашего процессора Вот так это примерно будет все смотреться Народная видеокарта в свое время R9 270X на 4 гигабайта Посмотрите, сколько мамонародная тут доппитания для нее нужно Чтобы она завелась и корректно работала Все это у нас есть, пригодится Целых 4 гигабайта Посмотрим, что она делает в современных играх Опять же, у нас в принципе Тут выбор огромный, чем можно встать Можно встать 570 RX Можно встать 1060 TMSI Armour Можно G-Gaming встать Можно 580 RX То есть в этом бюджете Бюджетном Бюджетном полно Что можно придумать Но мы остаемся все-таки на более старушке Но 4 гиговой И посмотрим, что на современные вещи дянет Также у нас под игрушки будет ВД-блю 500 гигабайт Ни много ни мало Просто чтобы было И как я уже повторюсь SSD-шечка ВД-грин на 120 гигабайт С ней тоже И давайте распечатаем новенький блок Чтобы понять, чего у нас да как Снимать пленочки всегда приятно Это невыгодно с точки зрения, конечно, бюджета сборки Если мы берем все новое Но на блоке в этом плане Пусть он у нас будет новенький Поскольку это будет питать всю систему И если вдруг там какие-то будут просадки На стареньких блоках Кондеры подходящие Это тоже все плюсом не будет Меньше прослужит Вот так у нас новенький блок Он не славится ничем Кроме того, что он новый И относительно недорогой 1700 рублей За новый пятисотничек Которого хватит для нашей системы Это более чем актуально В проводочке у него сечение тоненькое Жиденькое Не дай бог на него что-то мощное впадет Сразу все плавится Но тем не менее Он выглядит симпатично, аккуратно Ничего не весит Большой плюс, если вы системник на плече оттаскаете Постоянно Вот И все вертится, крутится тихонечко и спокойно Плюс в том, что он новый Не более того На нем мы не собираемся Бешеные суммы вкладывать Чтобы у нас все работало Давайте, наверное, теперь Новенький тюбик 2019 Dishon MX4 Сразу нанесем на наш процессор По центру Вот Вставим, прикрутим наш кулерок И можно будет проверить на запуск Просто все ли у нас включается Как мы любим Все ли у нас работает Цепляем раз с этой стороны С этой стороны цепляем два И наша задача подкрутить Один шурупик тут Для жесткости сцепления Так Есть И есть Все Кулерок у нас подключен CPU-фан Не промахиваемся У нас 4-пиновый То есть у нас этот кулерок еще и будет Работать с точки зрения Скоростей Где нужно ускоряться Где нужно замедляться Чтобы не шумел Мы подключаем и стесняемся Наш блок питания Наш 5-12 вольт В процессор вставляем В мафинскую плату вернее Так, все, контакт есть По идее нам больше ничего не нужно Кроме как открыть Шнурочек питания Спросить Ванька Вот кни его, пожалуйста Куда-нибудь дырку Засунем сюда Заберем Давай Ждемя и вытащим Сюда, чтобы не мешал И выгашечкой У нас должна быть встроенная Видюшка на этом чуде Мы проверим Нашу материнку на завод Так, питание есть Оперативка есть Наша задача убедиться Что вот эта связка основная Она полностью рабочая У нас есть хотя бы картинка Это биос Запускается Включаем блок питания Лампочка у нас загорелась Это большой плюс Дает нам понять, что у нас питание По системе расходится Зажимаем пауэрлок контакт Кулер закрутился Кулерочек И ждем картинки теперь На мониторчике Да, мгновенно Причем здорово запустился Все, нареканий никаких нет Мы что-нибудь увидим У нас еще что-нибудь покажет Да, а пятый 4460 32 ггц в стоке 8 гигов оперативной DDR3 1600 частотой Все, что нам нужно знать И теперь Давайте все-таки Поскольку основная у нас вещь работает Нам теперь интересно еще Что у нас получится С видеокарточкой Посмотрим на блоки Кстати Тут должно быть 6 плюс 2 Придется возможно использовать Переходничок еще на молек Чтобы запитать нашу просорку Поскольку тут у нас всего Да, не хватит Нам один переходничок Все-таки пригодится Чтобы нашу видюшечку Запитать Есть А второго у нас нету Ну да, была чекуна Среза Поэтому пригодится Переходничок Который мы сейчас Придем Это твой тот Который тебе нужно Дисководик запитать Ведь я сейчас Весью возьми В руку У нас Молекс И 6П на обратной стороне Более чем нам достаточно Чтобы нашу штуковину Всовываем в Молекс Всовываем Видеокарточку Все Вот таким способом Решаем данную проблему Берем шнурочек От HDMI И уже Подключаемся Непосредственно К самой видеокарте Надеемся Что она нам Закрутится И выдаст картинку Это более чем Меня устроит Чтобы мы дальше Продолжили сборку Непосредственно В самом корпусе Все у нас Закрутилось Завращалось Полная профилактика Сделана Этой R9 Видюшечки Вот Надеемся Что она Нас не подведет Сегодня Да Картинка сразу же пошла Останется ее только В конце сборки Подгонять Подтестировать В нагрузке В игрушках И подвести Какой-то конкретный итог Что касается Но у нас сбор Очень сочетается Поскольку Что видюшка Что проц Это все того времени Только что Для красоты У нас новенький корпус Новенький блок питания И SSD Для скорости То есть Очень гармонично Все это дело смотрится Все Основные моменты мы сделали Теперь Вам не обязательно Все это видеть Мы аккуратненько Упакуем это все в корпус Вот Какие-то моменты Если будут Расскажем И уже будем Непосредственно Настраивать Ставить игры И гонять Тестировать И посмотрим На что способен 44460 В связке с R9 270 X 4 гиговой В современных играх Уже есть готовый результат Давайте начнем С задней крышечки Вот у нас Вот такой вот Кейбл менеджмент Можно его так называть Аккуратненько Все закрепили Все что нужно Спрятали Все четенько Аккуратненько Теперь Я не поленюсь Если мы ничего не потушим Переверну системничек И мы сможем С вами пронаблюдать Что же у нас Как-то все выглядит Внутри Наша SSD Наша R9 270 X 4 гиговая 256 битная Две планочки Оперативочки Процессор Все четенько Все аккуратненько Новый блочек ВС плюс 500 Конечно же Собрано с душой Любой 10-10-19 Пятисотничек ВДшка Блюз Спрятано Из нюансов У нас к сожалению Не будет работать USB 3.0 По причине того Что у нас всего Два USB Коннектора На плате Материнской И у нас Состоится выбор Либо Картридер Будет убрать Либо USB 3.0 Он брать И то Которая бы работала Со скоростью 2.0 Поэтому было решено Поскольку у нас так Тут две штуки USB 2.0 С этой стороны Работают Лучше пусть будет Картридер У нас Чтобы было Все четенько И гармонично И гармонично Картридер Работает Не работает Только синенькая USB Просто по причине Того Что нет Ну и конечно же Бонусом К этому корпусу Идет Вот такая Развлекушка В плане LED Подсветочки Которая Вот так вот Может Вас Радовать глаз Теперь же Самое интересное Вообще Позиционировался Аппаратик Как для игры в танках На ультра И чего Вы можете Наблюдать Друзья Это танки На ультрах Запущенные И Датчик FPS У нас Скачет с вами В районе 60-70 кадров В секундочку Очень плавная Картиночка Нареканий Никаких нет Напомню Это если мы Зайдем в настроечки Это у нас Ультра SD клиент Температурные Датчики И теперь сейчас я вам покажу Выходим Нет Бежать мы не будем Мы все-таки доиграем Конечно же И включимся через секундочку Немного температурных датчиков Вам в эфир Друзья Видюшечка у нас После полной профилактики Греется в районе 70 градусов Проц По ядрам Тоже до 60 Даже не доходит 55-57 В лучшем случае Центральный процессор Вот 44 Вообще показывает Стабильненько В общем По температурам Тоже считаю То что более чем адекватно Перегрев у нас никакого нет При том что На вдув у нас Улья не стоит Давайте посмотрим Что же теперь на УКС Говорит Изображение у нас Все автоматически На высокое выставило И зайдем с вами В какой-нибудь бой насмерть На Дасте втором Чтобы ощутить Всю боль И красоту УКС Наша игра готова Что может быть Приятнее Слышать Здесь у всех есть Все здесь Да нет Это на заставке Этот бой Я посвящаю тебе Играю на ноге Вот А клавиатура И рука на весу Все как Все как завещал Великий Иван Он уже завещал. Ну да. Такс. Я верю, я верю, ну минимум 150. Я думаю, 150 должно быть. О да, идеально. Так, смотрим. Ну да. От 130 на высоких настройках фпс и под 200 у нас бегало-бегало-бегало-прыгало. Идеально плавненько. Нареканий нет никаких. Красота, друзья. Сильно напрягать не будем. Подводим итог этой сборочки с вами. Если вдруг у вас в кармане не более 20 тысяч рублей, ну не более, ну нет больше, что сделать? То можно придумать себе вот такое вот развлечение. Я понимаю, что не все там, скажем, разбираются в те же девятых видеокапах. Я так, что это на уровне примерно чуть-чуть, наверное, не дотягивает до 10-50. Но в некоторых задачах примерно даже не бывает, что превосходит, ну или на уровне с ней играет. То есть мы получаем полноценный 4-х ядерный проц. Классно. 8 оперативочки. SSD-шечку. Опять же, это все в красивом оформлении, новеньком корпусе. Пятисотничек под файлой. Вот. Видеокарточку на уровне 10-50, ну плюс-минус, понятное дело. Это с большой натяжкой. И это все дело у вас тянет абсолютно любые задачи. Современные игрушки, танки на ультрах, КС-ку на высоких настройках, причем с запасом по FPS. То есть я это означаю, что какие-нибудь еще более крутые вещи на минималках, на средних тоже без проблем пойдут. Итак, вот такая вот аккуратненькая сборочка. До 20 тысяч бюджет. Опять же, плюс-минус от того, как вам комплектующие достаются. Но это все до 20-ки вкладывается вообще стабильно, даже с запасом. Поэтому спасибо, что посмотрели. Возможно, кому-то это видео было полезно. Преображенская 78B, компьютерная мастерская Happy PC. Обращайтесь.